В 1971 году, когда мне было 17 лет, сам не зная почему, я начал вести журнал наблюдений за поведением людей. Я записывал туда самые разные формы невербальных сигналов, так называемого языка тела. Сначала это были общие, всем хорошо известные телодвижения, заинтересовавшие меня своей природой. Почему люди закатывают глаза, когда не верят собеседнику? Или хватаются за шею, услышав плохое известие? Потом к ним добавились более тонкие наблюдения. Почему женщины, разговаривая по телефону, теребят свои волосы? Или почему они выгибают брови дугой при встрече? Кто-то не обращал внимания на подобные вещи и не придавал им значения. Но во мне проснулось любопытство. Почему мы так делаем? Откуда взялось такое богатство мелких телодвижений? Какова их цель? Согласен, необычное увлечение для подростка. Мои приятели тоже так считали. Их в то время ничего, кроме обмена бейсбольными карточками и отслеживания статистики за сезон, не интересовало. Мне же гораздо любопытнее было изучать тонкости и хитросплетения человеческого поведения. С самого начала так повелось, что мне удобнее было записывать свои наблюдения на отдельных карточках размером 7х12 см. Тогда я еще не был знаком с работами Чарльза Дарвина, Бронислава Малиновского, Эдварда Холла, Десмонда Морриса и своего будущего друга доктора Дэвида Гивенса, гигантов в области человеческого поведения. Мне просто были интересны особенности и причины поведения других людей, и хотелось сохранить эти наблюдения на будущее. Я даже не мог себе представить, что и 40 лет спустя по-прежнему буду пополнять свою коллекцию наблюдений. Продолжение следует...